приветствую вас домики для цитрусов продолжаем серию прививок и нужно допривить этого дикаря в прошлом ролике я сделала прививку почкой вот она и нужно его совсем до привить привить и убрать его дикую часть пусть растет культурный прививать я его буду мелорозой лимончиком мелороза и если все прививочки удачно приживутся ну что-нибудь да приживется он будет красивенький на штамбе лимон мелороза вот что я сделаю в этот раз эту ветку я удалю полностью на слабенькая а вся его зеленая масса находится вот сверху эту ветку я удалю на совсем здесь делаем прививку в расщеп и одну один череночек прибьем где-то снизу здесь почечка здесь и здесь него была красивая корона ну по крайней мере я так себе запланировал эту ветку я удаляю совсем обрезаем ее на кольцо так вот красиво удалилась вот теперь срежем верхнюю часть секатором скрапал механизмом очень хорошо срезать толстые ветки так вот и теперь прививать одну минутку побай лежит он любит у нас играться на самый ласковый код когтями до сих пор за штанину тоскал теперь за шнурок уцепился и спокойно берем череночек такой мне хорошая веточка получилось срезать поделим ее возьмем одну точку для прививки половинку листочка срежу на две почки получится вот и вот сделаю срез с этой стороны где почки нету или одну уже повреждить повредилась одна при срезке черенка и это мы привьем сверху за кору за кору самый простой способ прививания растекаете кору отодвигаем кору аккуратненько вот хорошо отходит вчера у меня там сложности были то сегодня нормально вот и теперь зарезаем сам череночек сделаны делаем на черенке косой срез сами срезы пальцами не касаемся там где будет прививочка сонизм можно подержать и потом зачистить то есть вот такой красивый ровный срез у нас получается можно еще вот здесь немножечко срезать и вставляем наш черенок наше заготовленное ложе так вот ровно черенок встать должен ровно здесь должно быть ровненько ничего не не выпирать срез черенка и срез нашего подвоя должен совпадать и здесь вот так красиво получается теперь мы замотаем наш череночек ч этой ленточкой можно замотать весь черенок я одену zip пакетик почку в один обмот сделаем вот и оденем zip пакет берем наш тип пакетик брызгнем него воды воды праздник на сам черенок и оденем дополнительно как-то скреплять этот тип пакет не нужно да здесь есть пространство но она абсолютно не мешает он не плотно прилегает но никаких резиночек ничего не нужно она спокойно хватает влаги если вдруг влага испарилась влага испаряется периодически а черенок еще не пошел в рост просто снимите и увлажните то есть дополнительно закреплять вот эти места не нужно этом нет необходимости я ни на один еще не закрепляла все хорошо еще и у меня есть вот такой череночек мелорозы и я его хочу привить вот так вот сейчас попробуем это сделать чтобы хорошо получилось с первого раза выбрать место его наверно лучше будет вот так вот привить не очень удобно попробуем так для этого делаем т-образный зарез на нашем подвое сделать его так поглубже чтобы максимально много коры отделить она потом срастется чем потом не очень удобно будет пихать наш череночек вернее вставлять аккуратно наш черенок делаем вот такой зарез делаем максимально глубоко разделяем отделяем кору вот такой ложек сам череночек срезаем клинышка здесь почка спящая она может проснуться сделаем здесь срезы и вот здесь немножечко подровнять чтобы было все ровненько и таким образом вставляем наш черенок вот останется очень плотно примотать для этой примотки я возьму пожалуй фум-ленту чтобы она максимально плотно его прижал и очень-очень плотно примотаю фум-лентой так максимально притяну и через месяц сниму чтобы фум-лента не пережимала то есть такое если лента пережимает нарушается сокодвижение нарушается прививаемость все так максимально плотно наверное можно исчезли сверху кусочком прививочной ленты и остается сделать петельку вот и сверху для верности я обмотаю еще прививочной лентой вот так вот для закрытия прививочки я возьму zip пакетик разрежу и уложу конечно же и вот таким образом оденем на нашу прививку и ее да здесь нужно будет воспользоваться еще резиночкой с одного защелка пакетика будет недостаточно и замотаем его резиночкой завяжем она была максимально плотненько потом когда сниму все и снимем вот таким образом я привела дикаря лимончика мелороза сколько у нас здесь одна прививка уже есть и она другого числа просто добавлю еще одно число это получается 21 мая сделанные две другие прививки и все буду его хорошо поливать когда прививки выдадут по приросту и прирост окрепнет я его пересажу потому что я его купила в таком маленьком горшке то есть для такого дикаря горшочек явно маловато но пересаживать его не стала потому что в нем растет и ладно пусть рос а когда прививки пойдут рост я его пересажу вот наш дикарь привит такими способами одна прививочка т-образный разрез 2 прививка за кору и 3 прививка тоже за кору но под углом и ствол и посмотрим как будут пришиваться эти прививочки случае неудачи его можно вот так вот кресть и сделать для прививки то есть место еще позволяет теперь перейдем к другим прививкам сейчас будут прививочки обычным способом прощеп и улучшенная копулировка вот у меня есть тоже череночек мелорозы хороший и для прививки в расщеп или улучшенной копулировки у него лишняя вот эта почка то есть потому что мне нужно будет срезать на клин потому сейчас я быстро сделаю прививку этой почки но не выкидывать же ее почка то хорошее и сорт редкий сейчас я сделаю быстренько прививочку . и начнем делать прощеп и улучшенную копулировку вот на этом дичке мы сделаем прививочку расщеп вот это все можно укоренить и конечно же будет укоренено ветка хорошая потом будет хороший подвойчик то есть мы срезали срезаем листочки колючки которые нам будут на данный момент мешать вертеть и царапать наши пальцы вот проверим совпадают ли диаметры диаметре что-то не очень совпадают наш черенок больше или нет нет одинаково будет и приступаем к прививке рассекаем наш яичок пополам делаем 2 косых среза тут вот я почку срезала делаем с двух сторон косые срезы на одном уровне вот так вот сделали два косых среза и теперь вставляем нашу прививочку для прививания если у вас такой же хороший толстый черенок сделайте рассечение глубже видите не совпадает нужно углубить наше рассечение наш черенок нашел заподлицу и ничего не выпирала вот так вот и вот идеальное совпадение по диаметру и по верхушечке для того чтобы пока вы отвлечетесь взять ленту фум-ленту прививочную ленту ваш черенок не выпадал можно воспользоваться таким крабиком такие старые архивные крабики электрики используют все вот прижали и все ничего никуда не денется и вы можете спокойно отвлекаться отрывать себе ленту все замотали наши прививочку фум-лентой увлажнили zip пакетик сам череночек одеваем zip пакет подписываем и все и ждем срастания в принципе ничего сложного этот дичок мы сделаем улучшенную к полировку тоже срезаем 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 сейчас началась есть срежем посмотрим чтобы у нас было идеальное совпадение у нас там толстый черенок пожалуй вот здесь сейчас обрежем еще разочек и удалю листочки колючки тут и вот это все такие всякие пенечки загогулинки и колючки то что не царапают и ранят пальцы то очень неудобно сейчас примерим наш черенок по диаметру должно совпадать принципе в принципе можно даже пониже будет более лучше совпадать сейчас режем еще разочек вот так вот и здесь будем делать улучшенную к полировку срезаем листочки на нашем черенке и делаем два косых среза тоже что-то мешает делаем два косых среза сначала мы делаем на подводчике косой срез затем на нашем привое желательно их сделать очень ровными с первого раза одинакового размера не то чтобы ровными одинакового размера не должны вот так вот совпадать то есть если просто так притулить и примасы примотать это получается просто капулировка если сделаем два зарез зареза еще внутри это уже улучшенная капулировка все вот таких два зареза на черенке и на самом подвое таким образом наши череночки станут как замочек главное теперь попасть чтобы она идеально совпало получается вот такой замочек с обеих сторон с обеих сторон совпадают комбиальные слои черенки не выпирают они вровень и вверху и внизу и мы приматываем его тоже плотно и одеваем зип-пакет а можем сделать еще вот так вот убрать вот эти листочки и замотать прививочной лентой как мумию всю прививку и ждать срастания вот улучшенная капулировка вот таким способом и замотала прививочку то есть я ее всю замотала так тоже очень удобно почки спокойно прорвают эту ленту и черенок сам не пересыхает то есть можно зип-пакет можно если есть и пленочка такая лента прививочная заматывать полностью вот у нас получился целый судочек прививки мелороза разными способами то есть почкой прикладу почка fd-образный зарез в расщеп улучшенная капулировка и дичок разными способами через месяц я вам покажу что и как будет происходить какие прививки приживутся какие нет по какой-то причине своей прививайте ничего в этом сложного нет набивайте руку черенки не стоят каких-то там бешеных денег обязательно покупайте хороший материал и пробуйте всевозможные прививки ешьте больше цитрусов укоренять и садите дикарей оставляйте комментарии до новых встреч в следующем году Субтитры сделал DimaTorzok